уважаемые коллеги добрый день меня зовут алексей царегородцев я генеральный директор и владелец своей компании real pro branding and consulting и нашей компании уже 20 лет даже больше в этом году мы отметили 20-летний юбилей весной и собственно самого мне 47 я родился в сибири 69 году последние 10 лет я живу и работаю в москве ну и в общем то не только в москве но и других странах но наверное не самое интересное что вы хотели бы узнать то о чем мы будем с вами встречаться на этом курсе это конечно же создание бизнес-модели привлечения клиентов проблема в том что в общем то я могу помочь далеко не всем потому что к нам обращаются разные люди и вообще как бы к нам нас приглашают в разные проекты но я не смогу помочь там например тем кто хочет очень быстро разбогатеть ну то есть это невозможно потому что я не знаю по какой причине но многие люди приравнивают маркетинг и коммуникации и брендинг каким-то волшебным таблеткам для того чтобы ничего нифига не делать и и как-то быстро вдруг почему-то получить деньги ну в общем то это странная история потому что у нас у самих давно существует работающая система по привлечению клиентов которые приносят доход постоянно часто на автопилоте но для этого нужно в общем то много работать и особенно не то чтобы постоянно нужно много работать но для этого нужно период именно активной работы тестирования каких-то разочарований и определенная настойчивость я не смогу помочь тем кто в принципе не пытается вкладываться ни в клиентов не системы привлечения потому что если бизнес например ориентируется на то чтобы установить определенные связи в узких кругах и на этом строить бизнес то в принципе мы как класс как маркетологи и специалисты по продвижению продажам просто не нужны потому что ну вот когда есть какая-то там коррумпированная связь в узких кругах и владелец советского канала то вам конечно никакая реклама маркетинг это просто все мертвым припарка это просто минут или случае если компания предполагает что не нужно делать никаких действий по привлечению клиентов есть такой такие расхожие вещи как а пусть наш продукт сам себя продает и когда я слышу это в общем то я к этому отношусь легко и очень-то с ирония потому что ну это предполагает что клиенты сами например должны найти компанию сами должны попасть на сайт сами там пошарить на сайте в этой логике часто очень непонятный и найти что к чему разобраться найти какие-то выгоды которых часто там 90 процентов случаев не бывает и найти эту информацию сформулировать для себя же оффер самим себе это продать и потом пойти только отдать в кассу денежку и или там перевести ее на счет ну это идеально только в в этих дурацких книжках про легкий способ для работы в интернете пусть так не бывает и вы можете найти в интернете огромное количество информации на тем то как бесплатно привлекать клиентов как бесплатно получить там новых клиентов ответ никак то есть так не бывает потому что ничего не бывает бесплатного и ничего не бывает просто так если к этому не приложить голову есть какие-то инструменты краткосрочные фишки которые работают да есть такие инструменты они работают очень короткой перспективе но если вы ориентируете бизнес на очень это короткий промежуток времени полагаетесь только на какие-то фишки то по сути у вас нет бизнеса потому что бизнес это денежный поток который формируется на основе определенных правил и многие из этих правил трудны для на поначалу но потом это становится лишь математикой потом становится прикольным становится фан я не смогу помочь тем людям которые ищут легкие пути но потому что к нам тоже часто приходят и говорят слушайте алексей нам давайте мы сейчас сделайте нам пожалуйста какой-нибудь креативненький ролик вот мы его сейчас запустим по тв и будет нам счастье ну во первых счастье сделать все это можно я в общем то могу все это сделать и все все и и так далее но я не буду это делать я не буду вам помогать в таких историях потому что результата этого не даст и вообще в маркетинге есть два на мой взгляд принципиально разных подходов то есть они где-то где-то соединяются последнее время мы стараемся как-то там соединять но в целом эти подходы настолько разительны что подход номер один это когда мы делаем все вообще все чтобы достичь целей и результатов причем те результаты конкретных можно потрогать пощупать это называется маркетингом прямого отклика или рекламный прямой отклик если мы говорим про рекламу и про коммуникации есть другой подход то есть куда может попадать так называемая имиджевая реклама то есть там пиар там какие-то вещи где результат либо не очевиден либо его трудно посчитать либо его нет вообще и в этих случаях ну то есть я не помощник потому что мы точно знаем что это вам не поможет что это не будет работать потому что это не даст никакой отдачи на вложенные деньги и именно когда к нам приходит с такими вопросами там легкий способ дайте нам какой-то простой инструмент чтобы сейчас включили это заработало то есть я в этом слышу только лишь одно что я не хочу глубоко погружаться в бизнес что я не хочу заниматься своими клиентами ну то есть это значит что я не хочу работать ну то есть без работы но результата не будет и в общем то во многих смыслах особенно там в крупных компаниях то есть это вещи которые делаются для галочки 90 процентов запусков рекламных кампаний которые строятся на таком подходе это это будет провально рекламной кампании результата не будет просто потому что сначала нужно все-таки работа по определенным сегментам сначала нужно вкладываться лишь потом уже можно говорить о том что через какое-то время это все станет там на автопилот это может приносить результаты там когда мы спим а денежки идут это все да правда но до этого нужно додойти и к этому и к этому вообще даже механизм заработан уже запустить и второй момент нужно делать работу чтобы поддерживать этот механизм и в том и ином случае это определенная работа ну а дальше если говорить о том что от меня ждать то я поделюсь с вами тем опытом которые я накопил за 20 лет то есть этот опыт очень разный и очень большой но я выбрал те инструменты которые работают в 100 процентов случаев из 100 и я надеюсь сэкономим вам огромное количество времени и денег для того чтобы вы уже не совершали тех ошибок которые совершал я когда мы еще тридцать лет назад еще будучи студентами я начал заниматься торговлей и я кстати понял что торговлю это не мою то есть у нас были очень разные эксперименты это был своего рода опыт фан и так далее то есть где мы пытались зарабатывать на розничном рынке на корпоративном рынке и было огромное количество провалов и всяких неприятных ситуаций с деньгами потому что нас и кидали и вообще не понимали что это такое но с какого-то момента когда я осознал что есть другой инструментарий и я захотел построить свой бизнес то есть я в общем-то его построили в 90-м году мы открыли компанию которая до сих пор работает и развивается у нас в общем-то много других бизнесов поэтому в большинстве случаев речь идет в общем-то о небольшом количестве но очень очень ключевых моментов и очень ключевом инструментарии без которого любые дальнейшие действия будут бессмысленными поэтому жду вас на курсе для того чтобы поделиться своим опытом для того чтобы вы поняли как создать создать бизнес модели которые будут работать в общем-то и на автомате как как за ними следить как отслеживать и как заниматься привлечением клиентов совершенно на другом уровне и во многих случаях это будет идти в разрез тому что вы уже знаете это будет идти в разрез тому опыту который накопился на российском рынке потому что российский маркетинговый рынок он 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 шел не так как двигался весь рынок он шел от дефицита и когда дефицит закончился 2008 году когда вместе с дефицитом пропали и очереди из клиентов то как раз чемодане с маркетинговыми инструментами которые забыли восемьдесят пятом после перестройки он стал востребован и собственно играть часть инструментов из этого чемодана будет в вашем распоряжении поэтому до встречи до встречи на нашем курсе